Вернуться в Россию, на ваш взгляд, он в ближайшее время сможет или это для него все-таки небезопасно, так мягко скажем? Ну, послушайте, как мы видим, для него было небезопасно жить в России и до этого. Поэтому сказать, что для него опасность жизни в России резко возросла, я бы не стал. Для любого оппозиционера жизнь в России – это опасность. Тебя могут избить, тебя могут посадить, отравить, убить. И это касается не только Навального, не только Немцова. Количество политических заключенных в России превышает количество политических заключенных в Советском Союзе в 70-80-е годы. Поэтому, конечно, возвращение в Россию будет для Навального опасным. Конечно, жизнь, точнее говоря, в России после возвращения для Навального будет опасна. Но это его политический выбор, он будет его делать. И здесь мне бы точно совершенно не хотелось давать ему какие-то советы или принимать за него решения. Пока он говорит, что он готов возвращаться в Россию. Но это, конечно, зависит от того, считает ли он, что он восстановился полностью после отравления. Потому что не надо сомневаться в том, что отравление боевым отравляющим веществом наносит серьезный ущерб организму. И достаточно послушать, почитать информацию о разговоре дочери Сергея Скрипаля со своими родственниками, чтобы понять, что, в принципе, ущерб для организма может быть очень-очень серьезным. Насколько эффективным вам кажется ведение политической борьбы из-за рубежа в контексте, например, белорусской ситуации, о которой мы также сегодня говорим, лидеры белорусской оппозиции, они находятся за пределами страны. Ну, если не брать во внимание, скажем, одну из лидеров, это Мария Колесникова, которая в заключении. Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, ее муж, они за пределами находятся в странах Балтии. И вот насколько это может быть эффективно и перспективно, такой вид деятельности? Ну, белорусская ситуация, конечно, совершенно другое, но тем не менее. Я не хочу проводить аналогии в данном случае между Россией и Белоруссией. В России очевидно, что человек, находящийся за пределами России, фактически исключен из политической жизни. Он может в ней участвовать, но его влияние, его роль заметно ниже. В России политик должен жить в России и должен бороться в России. Другого, к сожалению, способа нет. Ну, вот как раз про Михаила Ходорковского наши зрители вас спрашивают, а именно о том интервью, по всей видимости, которое он давал Дмитрию Гордону, и то, что он сказал там об Анатолии Чубасе, такая пикировка с Анатолием Чубасом. Вот как вы это оцениваете, если знаете? Ну, послушайте, мне кажется, что ничего такого... Вы знаете, муха раздутая в слона. По большому счету, Чубас и Ходорковские говорили об одном и том же, что за работу во главе избирательного штаба Ельцина Чубас получил очень большие деньги по тем временам. Три миллиона долларов. Об этой сумме согласились оба участника этой дискуссии. Ну, собственно говоря, ничего другого. Ну, а кто бы сомневался, что Чубас... Никто не сомневался, что он получал деньги за эту работу. Вопрос был в том, какие. Поэтому, честно говоря, для меня этот эпизод вообще не стоит, что называется, выеденного яйца. Ну, просто Чубас почему-то решил обидеться. Но Ходорковский сказал, а что обижаться-то? Сумму ты признал? Признал. Мы тебе ее заплатили, заплатили. Ну, и все. Это касается Михаила Ходорковского и его политической деятельности. Вот как вы ее оцениваете? И есть ли у него перспективы на политической арене в России сегодня? Вы знаете, мне кажется, что Михаил Ходорковский... И все-таки, вы знаете, есть разница между общественным деятелем и гражданским активистом, и политическим активистом. Политик – это человек, который борется за власть и пытается участвовать в выборах. И, соответственно, ведет компанию, направленную на... Ну, хочет добиться победы через выборы. И Алексей Навальный является вот именно таким политиком в России, хотя шансы на участие в выборах у него минимальные, если не сказать, что их нет вообще. Михаил Ходорковский активно поддерживает оппозиционных политиков, имеющимися у него ресурсами. Он вкладывает много сил, энергии, денег в создание информационных агентств, ну, не знаю, как сказать, информационных площадок, распространяя информацию в России, о событиях в России. Но, насколько я понимаю, он не ставит перед собой целью участия в выборах и точно совершенно... Ну, по крайней мере, сегодня об этом речи не идет. Возможно, когда жизнь изменится, когда путинский режим рухнет, Ходорковскому захочется в той или иной мере принимать участие в формировании политической повестки дня, но это будет завтра, а не сегодня. Еще вопрос, который задает наш зритель. Как Вы считаете, как долго Лукашенко сможет удерживать власть в Республике Беларусь? Какие у него перспективы? Ну, у меня ответ на этот вопрос печальный, поскольку Лукашенко использует жесткую силу и, ну, фактически, безнаказанность в репрессиях по отношению к белорусскому народу, то силой власть можно удерживать достаточно долго до тех пор, пока экономическая ситуация резко не ухудшится, да, или в стране не произойдет такое восстание против диктатора. Исторически показывает, что восстание против диктатора очень редко происходит, но, соответственно, еще есть вариант дворцового переворота. Поэтому вот в той конструкции политического конфликта, который сегодня мы видим в Беларуси, мирный протест с выходами на улицу по воскресеньям и жесткое применение силы, мне все-таки кажется, что вот здесь даже нельзя говорить о том, что вода камень точит. Мне кажется, что здесь не вода, а ветер. А ветер, конечно, точит камень, но гораздо медленнее. Поэтому боюсь, что у Лукашенко в такой конструкции есть только один как-то сдерживающий или ограничивающий фактор – это позиция России. Экономическая ситуация в Беларуси и личная ситуация Лукашенко сильно зависит от той финансовой помощи, которую он получает от России. И если Россия, Кремль, Путин захотят, чтобы Лукашенко ушел, то у них для этого слишком много рычагов, и они могут этого добиться. Но это вот точно совершенно, знаете, как уже следующий фактор. Если посчитать, что Россия будет поддерживать любой там режим Лукашенко или кто-то еще вместо него, то, соответственно, Лукашенко может удержаться в власти очень долго. – Спрашивают про систему SWIFT – тема, которая волнует многих белорусов, которые следят за мнениями гостей на нашем канале. И, в частности, спрашивают вас, при каком шаге диктатуры, пишет Красный Дракон, могут отключить SWIFT либо ограничить экспорт углеводородов? – Ну, послушайте, мы пока знаем только один случай, когда вот за последние, не знаю, два-три десятка лет отключали от SWIFT, отключали от системы международных расчетов и ограничивали экспорт углеводородов. Это Иран, и это санкции, введенные в 2011-2012 годах. Ну, похоже, и там не очень похоже, что Соединенные Штаты или тем более Евросоюз готовы к такой же политике в отношении России. Я лично оцениваю, что вот если там, не знаю, в какой-то шкале сравнивать жесткость санкций против Ирана и жесткость санкций против России, ну, российские санкции – это там 5-10% от жесткости санкций против Ирана. Поэтому до запрета на экспорт углеводородов и остановки SWIFT для России еще пространство огромное. – Спрашивают также вас об отношениях Путина и Александра Лукашенко. Много по этому поводу на протяжении протестов в Республике Беларусь, продолжающихся с августа месяца у нас высказывались гости. Вот ваше мнение по поводу их отношений и восприятия друг друга? – Ну, послушайте, мне кажется, что в обе стороны можно использовать фразу «Он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын». Ее, можно сказать, и Лукашенко, и Путин. Этим все исчерпано. – Еще вопросы задают наши зрители, и в частности спрашивают вас о кризисе, который сейчас вызван пандемией. И вот насколько этот глобальный кризис предстоит еще разгребать, как долго в 2021 году, какие последствия ожидают всех? Можно ли сейчас что-то говорить? – Смотрите, опять у нас нет хрустального шара, мы не в состоянии предвидеть будущее. И посмотрите, как буквально на последние пару недель, наверное, пошла информация о сильной мутации вируса в Великобритании, в Южной Африке, в ряде европейских стран, который оказался гораздо быстрее передаваемым, но, слава богу, пока он не более серьезен с точки зрения летальности. И пока есть надежда, что действующие вакцины, которые утверждены или которые находятся в разработке, в состоянии его победить. Но в этом сценарии, если считать, что вирус не станет более опасным для жизни человека, а вакцины смогут его подавить, к концу следующего года, к началу 2022 года, мировая экономика и экономика развитых стран уже выйдет на докризисный уровень. Соответственно, развивающиеся страны, более бедные страны, у которых нет своей вакцины, для них эта точка, наверное, уже будет в 2022, может быть, в 2023 году. Но, смотрите, если мы нарисуем плохой сценарий, если мы предположим, что вирус может сильно мутировать, что действующие вакцины окажутся против него бесполезными, что нужно будет дорабатывать, менять вакцины и снова проходить испытания, снова проходить утверждения, что, смотрите, вакцина модерна появилась через два дня после опубликования генома коронавируса, и практически 11 месяцев шло ее утверждение. Если с такой скоростью будет работать государство, работать мировая медицина, то, наверное, все-таки и экономические последствия коронавируса будут гораздо более тяжелыми. Поэтому, перефразируя Дэн Сиопина, итоги Великой Французской революции подводить еще рано и говорить о том, какой эффект коронавирус оказал на мировую экономику, мне кажется, тоже еще рано. Сначала надо с ним справиться. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время выйти к нам в прямой эфир. Спасибо вам. Спасибо большое. С наступающим Новым Годом!